Олимпиады 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 детской комнаты милиции. Интересный такой фото перформанс. Ну и скажи, когда ты вот рисуешь нефтью, ты что-то чувствуешь вот как-то? Не, я рисую противогазию. Ты будешь смеяться, я рисую в противогазии, потому что можно надышаться парами, да, и просто тебя прикроет. Думаешь? А когда у тебя, по каким дням ты рисуешь нефтью, скажи, мы придем. Я, кстати, никогда в жизни не видел нефтью, вот реально, я даже не чувствовал. Она маслянистая, она разных сортов бывает. Ты бренд, какой бренд или там VTI. Сургутская, Сургутская. Сургутская, Сургутская. Сургутская, но малосернистый. Ну так она вонючая, на самом деле, пахнет, пахнет бензином. Вся Россия. И пахнет бензином. И деньгами, и деньгами, да? Не, ладно. Картины нарисованы. Сколько грамм, сколько литров надо, для того, чтобы ты нарисовал картину, сколько литров на картину она уходит на одну. Это по цене, кстати, VTI можно выставлять же везде. Там чуть-чуть уходит, на самом деле, небольшое количество. Много, много, надо долго мешать там. Фишка в не количестве, дело не в количестве, главное в качестве нефти. Ее же не просто так берешь, ее нужно выдержать специально, эту нефть. Она специально выдыхает. Ты послушай, о чем человек говорит, он нефтью рисует. Может, ты на нефти играть будешь? Может, дороже будет? Да. Ну вот, ее нужно специально выдерживать в специальных емкостях, в деревянных причем. Как коньяк, да? Нет, серьезно, в деревянных емкостях нужно выдерживать определенным образом, чтобы она меняла свою консистенцию, консистенция. Давай, проясните это слово, консистенция. Консистенция, это нормально. А социалистические страны? Социалистические страны. Ну, нормально, подойдет, если что. Нефть, VDI, бренд. Ну, вот, так, сургутская нефть, да? А, то есть, ты можешь рисовать как одним типом нефти, так и всеми сразу? Да, конечно. Соответственно, от этого будет увеличиваться цена. И каждый раз, то есть, цена на картину будет меняться. Собственно, следите за котировками. Надо, кстати, позвонить Алисе Яровской, предложить ведущей канала РБК, что она очень, кстати, про это вот тоже говорит, рассказывает. Очень сложно, правда, запечатлеть газ. Газ может запечатлеть только мы. Когда он, потом он же испаряется. Да, безусловно, газ испаряется. Но, тем не менее, очень замечательная идея, на самом деле, сделать перформанс. Да, ты слышал этот ужас? Нет? Человек рисует нефтью. А я в курсе, а ты не знал? Марки сургутская. Подожди, я просто не успеваю за ходом его мысли, потому что прошлый раз мы делали какую-то твою презентацию. Он еще сигары рисовал. А сегодня он нам, я пригласила просто Алекса в гости. Он говорит, я приду с какой-то инсталляцией. Ты видел вообще это сникло? Пока еще нет, но я думаю, что эта инсталляция не дешевая. Это какой-то светильник, какие-то мишки. Он мне объяснял это все очень долго. Я не могла понять, но, слушай, но такое придумать может только Алекс. Это борьба за сладость после долгой спячки. Весенняя композиция. Весенняя композиция. Весенняя композиция происходит пост. Да. Понимаешь, да? Да. Ну, а накоплено-то уже давно все это, понимаешь, в голове. Друзья, очень интересная сегодня какая-то... Давно, видимо, мы в эфир не выходили. Сколько всего поменялось? А ты заметил, как у нас все поменялось? У вас вообще очень красиво. У нас снимает там специальный электрический оператор. Качели. Ни в одном караоке нет качели. Нет. Можно просто прийти и качаться. Нет, можно кому-то дать в репу, и он качнется, и с ним ничего не произойдет. Ну, у нас сегодня, в принципе, бал цветов. Мне пришла такая идея. А где у тебя цветы? Я же тебе говорил, что тебе своруют цветы. У тебя были цветы. Кто-то спер. Знаешь, я хожу по... И вот где-то что-то оставляю. Вот, главное, телефон в руках. Я, честно говоря, даже не ожидала, что мне так красиво все украсят. Я безумно благодарна всем людям, которые участвовали в этом процессе. И Алексу, в том числе, потому что он участвовал. И какой-то невероятный праздник получился. Да, очень красиво. А можно я пока побегу, а потом вернусь? Алекс, ну мы заканчиваем с тобой интервью. Я думаю, что мы как-то отдельно где-то с тобой соберемся. Посмотрим, как ты рисуешь нефтью и... Оденем с тобой по противогазу. Да, и пригласим господина Миллера. Тема тоже вариант, кстати. Который скажет девушки в деревянных бабочках, очаровательные. А кто это, кстати, за девушка? Познакомишь меня с вашей спутницей? Это мой папа. Алекс Че. Алекс Че мой папа, да. А вы, значит, Алекс Че 2. Это я, дочка, да. Ольга Алексеевна, да, получается? Ольга Алексеевна, моя дочка Ольга Алексеевна. Очень красивая дочка, да. Так что видите, как меня жидко происходит. Ольга Талова, Ливана, у меня бабочки делает деревянные. А у тебя что-то галстук-то не деревянный, я смотрю. Папуль, ты чего сегодня не со мной вообще поставишь? Может, из нефти сделаешь? Будет наполняться. Слышишь, резервуар с нефтью. Клюшевые из мишки. Он каждый раз будет менять свою стоимость, в зависимости от котировки. То 62 доллара будет стоить, потом 58, потом 140. Клево. Да. А мы говорим про консистенцию. А, про консистенцию. Консистенцию? А консистенцию чего, простите? Доллара. Доллара. Простите. В работах Алексеевне. Доллар в работах Алексеевне. Друзья, вот так вот тихо, с шутками, с прибаутками. Мы аккуратненько здесь работаем. Кстати, вот Алекс вот так вот. Вот. Кстати, ходят слухи, будто сплетни запретили. И ходят сплетни, будто слухи запретят. Опасно. Ну что ж, мы в Ляму-Зон по-прежнему. Алексеев еще пока на грани. Он только что снял свой противогаз и скоро вот-вот оденет. Как он второй раз будет проходить здесь, мы его опять дернем и спросим у него еще про что-то. Про что он расскажет. Конечно, конечно. Я еще делаю очень интересные клипы музыкальные и сам пою. И сам же смотришь их. Я сам. Сам пою, сам смотрю, сам лайкаю. Это как селфи, друзья мои. Сейчас время селфи. Алексеев, друзья мои, он к нам еще вернется сегодня. Специально для вас. Всем хорошего настроения. С наступающим 8 марта. Молодец. Вот это по-нашему. Спасибо. Субтитры opposite нихан.